Их трудно заметить на радарах и довольно сложно подбить. Именно они летом прошлого года стали главной проблемой украинских сил ПВО. Беспилотники Камикадзе, которые Россия отправляла целыми десятками бомбить украинские города. С тех пор одной из важнейших задач противовоздушной обороны стала борьба именно с дронами, в которой Украина преуспела. Однако на смену метким выстрелам бойцов и работы нашей авиации сегодня силы обороны получили новейшие системы, способные сбивать такие воздушные объекты целыми десятками. Речь идет о современных системах ПВО SkyRanger и Skynex. Эти зенитные арт-установки – новейшие разработки немецкого оружейного концерна RainMetal и были представлены лишь в конце 2021 года. По сообщению главы концерна, они уже в Украине. Они эффективны против дронов, БПЛА, низколетящих крылатых ракет, любых объектов, которые находятся в режиме дозвукового полета и на небольших высотах. В этом и сама суть малого радиуса действия эшелона. Он прикрывает города, объекты важные, а также непосредственно даже комплексы тоже ПВО среднего и большого радиуса действия. Радары установки в режиме 24 на 7 выслеживают цели буквально в 3D-проекции и не пропускают ни единой движимой воздушной цели в радиусе нескольких километров. Они вооружены 35-миллиметровыми пушками, они работают в автоматическом режиме и у них применяются так называемые программируемые снаряды АХЭД и 35-миллиметровые. Дальность стрельбы такими снарядами до 4,5 километров, но для того, чтобы сбить ШАХЭД, необходимо 1-2 боеприпаса. Скорострельность этого орудия достигает тысячи выстрелов в минуту, а учитывая точность и автоматизированную систему ведения огня, промах практически исключен. С такими показателями установки способны уничтожать несколько сотен воздушных целей менее чем за 60 секунд, что позволяет с уверенностью заявить, ни одна группа авиации, либо РОИ беспилотников не способен пройти зону поражения этой установки и уцелеть. РЛС постоянно отслеживает ШАХЭД, а радиолокационная станция определяет точку встречи снаряда с ШАХЭДом и, соответственно, программируется снаряд, перед выстрелом программируется снаряд на определенную дальность. И снаряд, подлетая к ШАХЭДу, он взрывается, создавая сплошное облако осколков, через которое проходит беспилотник. Неважно, это ШАХЭД, Ланцерт, это Орландом. Что же касается вертолетов и самолетов, то в случае более высокой траектории полета, их уничтожение возможно с помощью ракетного комплекса, который также устанавливается на Skynex. Получила ли Украина именно эту модификацию, пока не разглашается. Он также играет роль против ударных вертолетов, очень низколетящих самолетов и второстепенную роль в отношении наземных целей. Стреляемые боеприпасы представляют собой 35-мм боеприпасы, которые широко используются в зенитных орудиях серии GDF. Задача перевозки данного оружия решена в двух вариантах – на колесной базе и гусеничной. Отсюда и разность названий Skynex и Skyguard. Техника способна развивать скорость до 60 км в час с запасом хода до 1500 км. А современная композитная броня в некоторых случаях позволяет выдержать даже выстрел из танка. Как и большинство западных орудий, Skynex – это универсальная платформа, на которую возможно дополнительно устанавливать усиляющие модули. Такие как, например, дистанционное управление огнем, возможность одновременного контроля нескольких орудий или установка дополнительных радаров. Являясь установкой малого радиуса действия, Skynex, естественно, умеет интегрироваться в общую систему ПВО, заблаговременно получая информацию, откуда стоит ждать угрозы. Украина стала первой страной в мире, где Skynex пройдут реальную проверку боем. И, по мнению аналитиков, наметилась четкая тенденция.